Делая интригу, накаляя, так сказать, страсти в Киа-Арене, в Сиэтле и вообще в домах всех, кто наблюдает за этим противостоянием из дому. Да, 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 да. Ты знаешь, Пика нам, может быть, не очень понравился в какой-то степени, но, как сказал Егор, который недавно к нам присоединился, Лил развалит на визаже Соляндер. И практически так и вышло. То есть, на самом деле, Фобос и Лил два чертовых маленьких или даже больших Исуса. Просто, что они делали всю игру, это божественно. Фобос пришел к Артизе и попустил его там так, что Артизе остался саппортом на всю игру. Да, здесь бы Саленсер, конечно, шестой был. А он и был шестой, только ульту не вкачал. Да, у нас были определенные вопросы к Саленсеру. Например, вот такие драки. Ну, только что мы видели Блэкхолл, который мог бы сбить Саленсер, если бы прокачал ультимейт. Ну, ладно. А вот, например, такой момент. Сейчас бы Саленсер мог бы дать Блэкхолл, чтобы Акаша всех не убила, но он тоже не нажал, потому что у него нет глобала. Ну, то есть, без последней? Без последней. Без зазрения совести может в конце сказать, ребят, я старался, ну, секретом. Я старался, я пытался всячески, но не пошло. Тут отличная фиссура от Фобоса, отрезал он здесь Пупея с Куроки, и их сейчас можно будет легко убить. Ну, так и получилось. Тут такая достаточно продолжительная будет датчика с некоторыми разменами. Интересный момент будет следующий. На самом деле, эта драка такая, тут 2 в 2, по идее, закончится. Просто зрелищный файт. Да, он тут так красивенько. В этой игре вообще было достаточно много красивых файтов. Но вот после этого файта сразу Сикрету почти сразу пошли добирать там самого Рошана, где изначально файт этот вот и этот он начался. А там Лил замаскировал, еще вот сразу после вот этой драки, замаскировал там своих птиц. Он просто оставил. И эти птички, эти птички, где же? Зайка. Вот он полетел. Ой, зайка. В общем, эта птица тут надела столько суматохи. Чайки, чайки. Потому что убила одного героя, дальше она летает, дает там еще вижен, мешает всем. Сейчас залетит еще, сядет кому-то на голову, подстанет. Ну и в итоге вот здесь вот Сикрет Игру-то и проиграли по факту. Потому что здесь они отдали много героев. В очередной раз отдали Луну. И Рошана тоже отдадут. Луна в этой игре была совсем вялым персонажем. Ее вначале на линии гнобили. Потому что Энигма лесной? Да, да, не было кому подцелить. Потому что зачастую Пупей там может какого-нибудь Дазла засеять. Да там на самом деле не Энигма не делала. Энигма-то фрифармила, но Куроки взял себе Шедуша Манаби сапога. И, честно говоря, этот герой вообще ничего не может на стадии лайнинга. Он совсем нулячий. Смотрите, как играет Фобос. Просто моментально. Не, но Фобос вообще царь. Действительно царь. Лил с Фобосом отыграли просто на 10 из 10. И я очень рад, что Лил наконец-то донес до капитана основную мораль. Что дай мне визажа, я их всех убью. Птица визажа. Он стеснялся это делать на протяжении всего турнира. Он думал, что промолчать будет лучше. Но сейчас он, видимо, сказал все. Или сейчас или никогда. Если мы эту игру проиграем, мы вылетим с турнира. Я не могу себе позволить, сыграв 500 тысяч игр на визаже, чтобы на интернешнале этого героя мне не взяли. Берешь мне сейчас, я всех разваливаю. И сейчас, если в третьей игре во второй стадии банов не будет забанен визаж, его возьмут опять в ФП и Вилил опять развалят. Так и знаете. Пророк. Я бы еще хотел поговорить немного о пиках. Сказать, например, о том, что связка Shadow Shaman и Enigma это связка очень жадных суппортов. Обычно берут, там вот мы видели, брался Ember Spirit вместе с антимагом в комбу. Да, в LGD вроде было. И у них там что-то не пошло. Это когда, ну, в плане того, что жадный пик таких, ну, корт персонажей. А здесь суппорты. Два очень жадных суппорта. И когда твой керри стоит на линии, тогда надо брать какой-то керри, который может быть самостоятельным, которого не развалят там, вот так вот, как это было. Из-за вот этих двух суппортов Shadow Shaman вообще встал в итоге тоже бесполезным. Enigma из-за грамотного пика Сайленсера тоже стало практически никакой. И в итоге вот эта ставка на Enigma лесную, которая будет быстро возить айтемы и потом еще и даже блокхолить, она не сработала. И как по мне, здесь был грамотный драфт и не совсем грамотный и понятный выбор двух суппортов. Я не вижу проблемы, вот как ты говоришь, в жадности суппортов, когда Shadow Shaman умирает на руне на нулевой минуте, потом когда... Он не на нулевой, чуть попозже, но он на руне умирает. Ну, в любом случае. А потом он умирает там еще раз. Он без сапога. Ну, вот он умирает. Ну, допустим, не умирал бы. Допустим, не умирал бы. Ему не пришлось бы с базы идти на скорости 280, а в это время первую пачку. Шейкер стоит один на один с луной, у него все хорошо, он может там нормально себе лайн сделать. Если сразу появляется Shadow Shaman с сапогом и с молнией и говорит Шейкеру, что он тут не хозяин этой линии, все будет по-другому. У луны будет стопроцентный Крипстат, она даст Тауру Расти, чтобы она еще и гоняла этого. А потом еще и Спаранюк финишить можно. Что-нибудь да произойдет. Но просто именно из этого плохого начала и отсутствия сапога на Расти, сколько раз я это еще скажу. Просто, ну, это уже опыт, метод проб и ошибок Деревяшкин. Деревяшкин. На этом моменте, кстати, я хотел бы обратиться к Касперу. Каспер абсолютно неожиданно ворвался у нас в студию, привет, Роман. Да, здравствуйте. Мы с тобой не успели поздороваться, потому что все были под впечатлением от второй игры Virtus.e и Secret. Ты не делал ставку, поскольку тебя не было в начале серии вместе с нами. И что ты ожидаешь от третьей игры? Ну, вообще, учитывая то, что на драфте у ребят из Secret сидит, кажется, не Пупей, то, вероятно, визажа мы увидим в бане. Не, ну, знаешь, С4-то он сидит на слоте, вроде бы там кнопки нажимает, как-то Пупей-то есть в команде, а ситуации бывают разные. Но, судя по опыту предыдущих игр, ребята перестали, кажется, страдать фигней с незабаненными героями, с которыми у них проблемы, потому что они там и против предыдущих команд, сразу если появлялись какие-то проблематичные персонажи, они их старались исключать, если не в первой, то во второй стадии. Но сейчас я все-таки думаю, что визажа они точно уберут. Лил слишком был хорош. А в какой стадии, смотри? Во второй? Ну, вероятно, да. А вдруг в первой ВП возьмите визажу? А вот это уже будет ход конем. Есть маленькая вероятность в таком противостоянии, как это бывает на подобного уровня турнирах. Сейчас визажа могут взять сами Сикрет, чуть ли не первым пиком, если захотят, потому что Куроки славится своим визажом не меньше Лила, а точнее намного больше, потому что Лил только недавно на простой сцене, а Куроки уже пару лет на визаже, с периодичностью довольно часто и разваливает кабины. Вопрос вот по Куроке и визажу. Я помню этого героя в его руках очень часто, когда он играл еще раньше. То есть не в этом патче, не последние полгода. Я, честно, не могу вспомнить ни одной выдающейся игры его на визаже. Лил визаж просто ассоциируется сразу, потому что это много, это часто, это хорошо. Куроки, вот если отыграть... Лил не играл столько же практически на визаже, сколько Куроки. Ну, просто герой выпал из меты, и он пикался, ну, крайне редко всеми командами. Было пару раз у Virtus.pro, в основном в срате с дровкой визаж проскакивал. Но это не так, что каждая игру, как и в Вай на Рубике, это первый визаж Лилы на этом всем интернете. Сколько уже Virtus.pro тут сыграли игр. Не помню, чтобы там на ESL или на DreamHack часто был визаж. Возможно, был разок-другой. Я не думаю, что Куроки разучился. Не такого уровня игроки здесь, чтобы разучиться. И как бы все поддерживают скиллы, вполне вероятно, он в паблике там тренируется на визаже иногда. Может быть, и на тренировках проскакивают. Визаж такой, герой, на котором надо иногда поддерживать скиллы. Это как инвокер. Там надо какую-то механику ее запоминать. Ну, автоматизм нужно отрабатывать все-таки. Да, потому что если ты не играл полгода вообще на нем, а в паблике, не думаю, что у него желание было взять его. Хотя на интернешнл едешь, вроде бы можно играть. Можно. Можно играть. Раз в году. Есть такой момент. Хорошо. Вы знаете, английский стол аналитики очень любят делить четырех экспертов на два кемпа и сталкивать их мнениями. Вот у нас по-прежнему ставочка играет NS. И, Егор, вы собирались... Ну, в смысле, вы предсказывали победу секретов. Почему победят секреты? И как это им удается... Каспер, ты, прости, я не... Не даю тебе права выбора. Ты за Virtus.pro. Я за Virtus.pro. Да, я и так, в принципе, не против. Так что все нормально. Хорошо. Егор, начинай. Почему победят секреты? И через что они, собственно, это сделают? Ну, вот после конкретно этой игры Lil' на визаже все зависит во многом из-за этого героя. Ну, мне так кажется. Хотя я сам ставил на победу секрет 2.1, потому что я понимал, что ВВП смогут отжать одну карту и ребята играют действительно хорошо. Но секрет, в общем и целом, все-таки команда более сильная. Как бы ничего личного Virtus.pro, но так оно и есть. Секреты заслуживают более высокого места на этом интернешнале. Но это спорт, поэтому может случиться все, что угодно. Поэтому если выигрывать Virtus.pro, это не будет... Это будет там удивительно, да. Это будет очень здорово для СНГ-комьюнити. Это даже сенсация будет. Но это Бо-3, это спорт. Здесь иногда... Эта команда обе сильные очень. И кто лучше готов в определенный момент времени сыграть хорошо против врага, тот и победит. Поэтому вот. Вот так вот я отстоял позицию. Просто уверенно. А может быть и нет. Это у нас продолжает быть ключевой фразой аналитического отдела. Тем временем начался пик, поэтому дальше уже будем обсуждать, собственно, результаты третьей игры на фоне. Пика, Лина, ФП после банов. Лешрака, Герокоптера. О боже, какой сюрприз. И, конечно же, Баунти Хантер, Нага очередной раз. Кстати, если не ошибаюсь, третью игру первой баны абсолютно одинаково. Ну да. Если Иллидан будет играть на линии без ульты и снова выиграть, то в принципе... То можно сразу брать Аегис там со сцены. Да. Мне вот кажется, точнее, у меня есть некоторые опасения для фанатов Сикрет. Ну, в общем, думаю, что Сикреты сейчас могут начать делать немножко не то. Дело в том, что они первую игру выиграли странным пиком. Виртуз Про в принципе ту игру сами закинули. Никто их не заставлял идти драться с Медузой по кулдауну. Ну, не знаю, ульта Медузы, что ли. Просто по кулдауну жизни. Во второй игре Сикрет взяли вроде как свой пик. Свою фактически сигнатурочку. Там это Луну, с которой у них начало все получаться. И их очень жестко наказали. И теперь Сикреты могли немножко... То есть вообще я бы им вот на месте Сикретов, я бы тут вдруг вспомнил, что есть ССФ, есть Пин-Оф-Пин, которыми там они не... Есть такие герои, как Дазл, который почему-то у них вообще исчез из пиков. То есть вот это все есть, эти герои есть. Их можно взять и вспомнить, как ты играл недавно и побеждал всех вообще в мире. Но, по-моему, они немножко забыли эту мету. И учитывая, что в прошлой игре победили их вот мету, которая сейчас у них есть, самая сильная, что у них было, они сейчас могут запутаться, они сейчас могут набрать какой-то фигни. Или попробовать изменить что-то и в итоге оказаться не там, где надо. Поплыть, как у нас говорят. Как у нас говорят поплыть. И в этом смысле я вижу шансы Virtus.pro как неплохие вот в третьей карте матча. Но вообще я вот посмотрел, когда предыдущую игру, мне показалось на миг, что Артизи просто немного отвык от того, что его постоянно кто-то опекает. Вернее, привык к тому, что постоянно кто-то это делает. И поэтому действовал зачастую несколько беспечно. Он всегда раньше знал, что там где-то пупи прибежит, его подсейвит. Или к уроке что-то полезное сделает. А тут ни одного, ни второго. Один фармит, второй без тапка. Здрасте. Привыкли к отвлечению внимания, да, кэрри, особенно вот Артизи. Привыкли к тому, что его команда очень сильно навязывает свою игру. Баунти-хантеры вот эти. Не разгуляешься, не пойдешь особо гонять вражеского кэрри, когда тебя самого баунти-хантера гоняет. И вот как раз даже в первой игре пупейс к уроке, шейкер плюс тускар забегали всю карту буквально. Везде они были, катались, там встанили, шардили. А здесь, да, пупейс засел в этот лес. Его ни с духом, ни с духом 10 минут. К уроке разок-другой убили где-то там на руне еще где-то. Он второго уровня на пятой минуте без ботинка помочь не может. И получается у нас шейкером один в один стоят. А тут еще как бы большой вопрос, кто сильнее. Ну, тем временем, вот так развивались дальше пики. Дарксера берут в первой фазе. Если не ошибаюсь, уже третью игру подряд, Team Secret. Вертурспо тут же банят против них Виктора Виверну. Виктора Виверну. Для того, чтобы не зашла легкая вот эта комба. Визажа. Будут ли банить визажа? Ну, они могут сейчас...